И тут мозг, и тут мозг, я сказал мозг, включился в режим прокрастинации. Прокрастинация это когда мозг пытается увильнуть от текущей задачи. Все знают это состояние, ты садишься делать что-то, и тут смотришь, о, у меня же еще оладьи не пожарены. Или там садишься, не знаю, там программировать, тут понимаешь, блин, я же почту не посмотрел. Вот, у меня есть хороший способ против прокрастинации, надо придумать какое-нибудь еще более противное дело, и тогда сразу же начнешь с удовольствием делать то, что не хотят. Но тем не менее, когда сочиняешь песни, надо очень внимательно следить, чтобы мозг не уверен, потому что когда мозгу сложно, а сочинение песни это сложный процесс, когда мозгу сложно, он использует любую лазейку, чтобы ускользнуть, чтобы перестать работать на полную мощность. И обычно это выглядит так, на репетициях это тоже происходит, вдруг появляется какая-то офигенная идея, о, вот, надо сделать так. Естественно, эта идея никакого отношения не имеет к тому, что ты делаешь сейчас. И ты бросаешься за этой идеей, бросаешься, преследуешь ее, мозг доволен, потому что ты не перестал делать то трудное, а просто отдыхаешь, занимаешься чем-то другим. И в конце концов он просто уводит тебя от главной идеи, ты теряешь то, чем занимался, и эта идея тоже оказывается полным говном. Сейчас он как раз такое вот споет. Вот. Сидишь иногда и понимаешь, а песни, они же как работают? Это тебе идет трансляция какой-то божественной радиостанции прямо в мозг. И ты должен, и время этой передачи, оно очень ограничено. Оно затрудняется помехами, помехи могут стать совершенно невыносимыми, тогда ты перестанешь что-либо слышать. Вот. И когда эта трансляция идет, нельзя ни на что отвлекаться, но ты отвлекаешься. Но то, на что ты отвлекаешься, тоже откуда-то транслируется. И если то, что изначально транслировалось, нет никаких сомнений, приходилось с небес, то вот это то, что я сейчас вам спою, я не знаю, какой черт мне нашептал. Но это начало, это начало городского фабричного романса, я думаю, что я Саша Васильева, мы как-то с ним пересекались пару раз на лепточке, и он пришел в валенках и к курины. И вот, наверное, был хороший момент ему, песню, песню, песню. Но я думаю, что он еще придет в валенках, и тогда я ему скажу, вот хорошая песня, ты ее должен спеть. Но петь ее надо не так, как он сейчас поет, а как он ее пел во времена альбома «Фанать под глазом». Когда он еще не пришел к этому современному минимализму и рубленным этим размерам, минималистичным. Тогда он был более такой пространный, и в этом было что-то хорошее. Сейчас это, конечно, вообще офигенно, тогда тоже не сделано. И вот он должен петь, так знаете, у него была песня такая. Нет ничего смешнее алкоголя, нет ничего противнее огурца. Я перекрутал сахар солью и стал похож на батальонца. Такая вот песня. Я пассажир, седьмой этаж без лифта. Где на дверях был профиль твой отлит, Когда тебе мало пол-литра, Добавь воды и сделай литр. И такая гармошка вступала. Вот и эту песню надо исполнять так же. А песня такая. Я любил фабричную девку Сарафане синий горох. Я сломал в акации ветку И купил на Невском пирог. Она сказала мне паста И швырнула все за порог. И вот так родился индастрел, И вот так родился банкрок.